Всем привет! Друзья, вы помните правила буравчика? Или правила левой руки? Сможете рассказать? Я пока делал этот ролик, изучил все эти правила по новой и теперь понял, зачем же нас все-таки учили этому в школе и где это может пригодиться. Пригодится это в разработке и в создании различных датчиков, которые реагируют на магнитные поля. В общем сегодня речь пойдет о датчиках частоты вращения колеса или проще говоря датчиках АБС. Расскажу об их применении, конструкции, принципе действия и методах проверки. Поехали! Эти датчики служат для определения скорости вращения колес автомобиля. Сигналы о частоте передаются по кабелю в блок управления АБС, АСР или ЕСП, которые могут индивидуально управлять силой торможения каждого колеса. Система АБС предотвращает блокирование колес, система АСР предотвращает пробуксование колес, а система ЕСП предотвращает занос автомобиля. Все эти системы также могут конструктивно располагаться в одном блоке управления, это в блоке АБС. Для простоты я буду называть эти датчики просто датчиками АБС. В АБС используются на данный момент два типа датчиков, это пассивные и активные датчики. Пассивный датчик это индуктивный датчик, активные в свою очередь делятся на несколько типов по принципу действия. Открою вам небольшой секрет, с 1998 года вместо пассивных датчиках в новейших разработках используются практически исключительно активные датчики АБС. Индуктивные датчики состоят из постоянного магнита, соединенного с ним магнита мягкого полюсного контактного штифта, который вставлен в катушку. Таким образом в катушке создается постоянное магнитное поле. Полюсный штифт находится прямо над зубчатым колесом, жестко соединенным со ступицей. И во время вращения зубчатого колеса магнитное поле нарушается из-за постоянной смены зубца и впадины, за счет этого изменяется магнитный поток через витки катушки. Постоянная же смена магнитного потока индуцирует в обмотке переменное напряжение, которое по кабелю поступает в блок АБС. Как частота, так и амплитуда переменного напряжения будет пропорциональна частоте вращения колеса. Чем выше скорость колеса, тем выше будет частота и амплитуда сигнала. Когда колесо не движется, вырабатывая напряжение равно нулю. Также сигнал с такого датчика чувствителен к зазору между штифтом и зубчатым колесом. При зазоре больше расчетного, датчик либо не будет работать, либо будет неправильно показывать скорость колеса. Поскольку изменение воздушного зазора может вызвать изменение магнитного поля или вообще его пропадание. Считывание сигнала также начинается не сразу. Сигнал будет виден примерно со скорости колеса больше 3-5 км в час. Кроме того, такие датчики не умеют определять направление вращения колес. Датчик хола. Думаю про такой тип датчиков. Датчики на основе эффекта хола слышали многие. Их используют и в датчиках фазы, и в датчиках положения коленвала, и также в датчиках АБС. Простой датчик хола имеет один магнит и интегральную схему хола. Выполнен он в форме стержня. И подходит как для считывания сигнала с магнита пассивного ротора, то есть зубчатого колеса, так и с магнита активного ротора. Это так называемое мультиполюсное колесо. На немагнитном металлическом кольце нанесены попеременно намагниченные пластинки. Границы этих пластинок и будут являться как бы зубцами ротора. Датчик с одним элементом хола установлен между магнитом внутри датчика и зубчатым колесом. Но такое считывание сигнала будет сильно зависеть от ширины зазора между датчиком и зубчатым колесом. Поэтому простые датчики хола лучше подходят для считывания с мультиполюсного кольца. В этом случае можно отказаться от магнитов датчики. Сам датчик становится намного компактнее и содержит лишь одну микросхему хола. Колебания воздушного зазора уже не вызывают смену полюсов и ложных срабатываний этой интегральной схемы. Для считывания же сигнала зубчатого колеса больше подходит дифференциальный датчик хола. Он также состоит из постоянного магнита с ферромагнитной пластиной на нем. А на пластине расположено уже два датчика хола. Когда один из них находится точно напротив впадины между зубцами, другой в это время находится напротив зубца. Датчик измеряет разницу силы полей в двух точках. Сигнал оцифровывается и подается в блок АБС. Схема усиления и оцифровки сигнала обычно встроена уже в интегральную схему хола. Сигнал с такого датчика уже не зависит от величины зазора. Сигнал с самого датчика хола при маленьком зазоре будет вот таким, а при большом зазоре он будет уже таким. Но на выходе интегральной схемы мы всегда будем получать одинаковый сигнал вот такой формы. Сам элемент хола работает следующим образом. Основным элементом в этой схеме является полупроводниковая пластинка, выполненная из кремния. Через эту пластинку проходит ток. Если через такую пластинку вертикально пропустить магнитную индукцию, то носители заряда, то есть электроны, будут отклоняться от прямого пути за счет силы Лоренца вертикально по отношению к полю и току на некий угол альфа. Таким образом, перпендикулярно направлению тока между двумя крайними противоположными точками пластинки будет сниматься напряжение, которое будет пропорционально полю и току. Это и есть эффект хола, где К – это коэффициент хола, а Д – это толщина пластинки. Одновременно увеличивается продольное сопротивление пластинки, причем независимо от направления магнитного поля. Это так называемый магниторезистивный эффект или эффект Гаусса. Этот эффект применяется уже в последующих модификациях датчиков, но в датчике хола он не используется. В самом простом варианте напряжение с пластинки подается на интегрированную в датчик электронику, так называемый триггер Шмидта. Триггер – это микросхема, которая на выходе имеет всего два состояния – логический ноль или логическую единицу. Грубо говоря, это переключатель вкл или выкл. В зависимости от напряжения магнитного поля, микросхема будет давать на выходе либо логический ноль, либо единицу. Для нас на выходе это будет напряжение, которое либо будет близко к нулю, скорее всего 1 или 1,2 вольта, либо будет близко к 5 вольтам или даже к напряжению питания, то есть к 12 вольтам. Способен ли датчик хола определить направление вращения? Да, способен, но тогда потребуется установить уже три интегральных схемы хола, и тогда мы сможем определять направление вращения колес. А для чего вообще нужно определять нам вращение колес? Вернее, направление вращения колес, момент остановки, момент начала движения. Зачем это нужно? Могут спросить многие, да? Ведь АБС достаточно знать, с какой скоростью вращается колесо и все. Вот направление вращения и моменты остановки и начала движения нужны для систем помощи при парковке, например, для систем помощи трогания в горку. Знаете, есть такая система. В основном это на автоматах сделана такая система. Когда машина стоит в горку под уклон больше 5 градусов, при отпускании педали тормоза автомобиль держит тормоза в течение 3 секунд или до момента нажатия на педаль газа. То есть, если проходит 3 секунды, вы газ не нажимаете, машина начнет скатываться с горки назад. Если вы нажимаете педаль газа ранее 3 секунд, автомобиль тормоза отпускает и она едет в горку. Датчик МР – это тонкослойная анизотропная магниторезистивная технология. Сопротивление этого датчика является анизотропным. Это обозначает, что в чувствительном элементе датчика меняется сопротивление при воздействии магнитного поля. Это, кстати, совсем не означает, что на выходах датчика тоже будет меняться сопротивление. Совсем нет. Датчики эти могут быть как трехвыводными, так и двухвыводными. При двухвыводном датчике сигнал поступает в блок АБС по проводу питания в виде импульсов тока от 7 до 14 мА. Основным отличием от датчиков ХОЛА здесь является ориентация внешнего магнитного поля, силовые линии которого теперь должны быть направлены не перпендикулярно, как в датчике ХОЛА, а параллельно плоскости свободного измерительного слоя. Поэтому магнит размещается параллельно измерительному слою. Ключевым преимуществом МР датчиков является повышенная по сравнению с датчиками ХОЛА чувствительность, а также малый уровень джиттера. Джиттером называют фазовое дрожание цифрового сигнала. В качестве магниторезистивных элементов используется сплав под названием пермолой. Четыре тонкослойных резистора в таком датчике соединены в мостовую схему. Схематически это можно изобразить так. Резисторы соединены вот таким образом. При этом на датчик подается опорное напряжение с блока АБС и через спирали резисторов проходит небольшой ток. Сопротивление этих резисторов изменяется тогда, когда магнитные линии направлены перпендикулярно линиям прохождения тока. Смотрите как работает мостовая схема. Когда сопротивление резисторов одинаковое, то мы имеем в точке А и в точке Б одинаковое напряжение. Примем, что напряжение в этих точках равно нулю. При прохождении же магнитного поля сопротивление двух резисторов R1 и R4 уменьшается и ток через них увеличивается. При этом мы получаем плюсовое напряжение в точке Б и минусовое в точке А. Этот сигнал поступает в микросхему обработки сигналов. Если же направление магнитных линий будет идти вот так, то у нас уже уменьшится сопротивление резисторов R2 и R3. Увеличится ток через них и мы получим плюс в точке А и минус в точке Б. Таким образом, на датчиках АМР реализованы различные датчики угла поворота. Датчики GMR. GMR это датчик сверхбольшого магнитного сопротивления. Наиболее точный магниторезистивный датчик. Отличие его от датчика АМР в том, что АМР состоит из одного магнитного функционального слоя, а GMR может состоять из целой системы таких слоев. В самом простом примере, под измерительным слоем находится немагнитный промежуток, под которым расположен так называемый опорный слой на подложке. Задача опорного слоя это предварительное подмагничивание измерительного слоя. Таким образом, датчик уже с первой секунды будет знать направление внешних магнитных линий и может отследить любое положение объекта. Относительное изменение сопротивления для применяемых в таких датчиках слоев находится в диапазоне 20-30%. По сравнению с анизотропным магниторезистивным эффектом, это означает увеличение почти в 10 раз. Для измерения числа оборотов здесь также используется мостовая схема из двух мостов. Максимальная амплитуда сигнала достигается тогда, когда направление магнитного поля на обоих мостах смещено по фазам точно на 180 градусов. В нашем случае это происходит, когда расстояние элементов сопротивлений соответствует расстоянию между полюсами магнитного кольца. Такие датчики могут определять направление вращения колес, момент старта и момент остановки. Кроме того, в любой из активных датчиков может быть встроена схема шим-контроллера и датчик может передавать в блок АБС кодированный сигнал о направлении движений, об остановке и о состоянии самого датчика, то есть делать самодиагностику. Как проверить? Ну а теперь самый популярный вопрос, как же проверить датчики АБС? Если вы внимательно смотрели видео, то думаю поняли, что проверить мультиметром можно только индуктивный датчик. Активные датчики вы мультиметром не проверите. Хотя находятся индивидуумы и на ютубе есть много таких видео, которые проверяют их мультиметром, собирают целую кучу дополнительных приблуд, различных коробочек, проводов, блоков питания. Но зачем? Для чего и зачем все это делать? Во-первых, проверять его желательно только на автомобиле. По той причине, что проблема может быть вовсе и не в датчике, а в проводке или например в магнитном кольце. Вот вам простой пример. Прадик в 120 кузове. Горела куча ошибок на панели приборов. Также много ошибок было и на сканере. Одна из них была по датчику АБС. При проверке осциллографа мы выяснили, что пропадает часть импульса. После разборки уже увидели, что магнитное кольцо повреждено. Это я к тому, что сейчас можно купить дешевый китайский осциллограф и проверять им можете все, до чего дотянутся ваши ручки. Ну а проверить датчик довольно просто. Подключаемся аккуратненько иголочками через пины разъема к датчику. Подомкрачиваем колесо, включаем на машине зажигание и не спеша крутим колесо руками. На осциллографе мы наблюдаем импульсы прямоугольной формы. Токовый датчик вы можете проверить мультиметром в режиме измерения миллиампер. Но для этого мультиметр надо подключать в разрыв провода питания или городить различные переходнички. Ток низкого фронта импульса будет 7 миллиампер, высокого фронта 14 миллиампер. На датчик также должно приходить напряжение питания, поэтому не лишним будет проверить наличие напряжения. Обычно активные датчики питаются напряжением от 4,5 до 20 вольт. По сути задача проверки сводится вообще не к тому, чтобы проверить сам датчик, а к проверке всей системы комплексно. К примеру, если у вас загорелась АБС, вы же не знаете в чем причина. Может от блока отгнили провода. Ну даже если предположить, что проблема в датчиках, тогда мы не знаем в каком именно датчике проблема. Что мы можем сделать здесь без сканера? Мы можем поднять авто на подъемнике и проверить все провода на датчике. Часто бывает так, что их перетирает. Также мы можем проверить разъемы датчиков, если есть к ним доступ. Туда также может попадать вода, может окислиться контакт. И банально, если на сервисе что-то делали и отцепляли датчик, то могли просто забыть или недовоткнуть фишку. Ну а дальше нам уже нужен сканер, чтобы локализовать неисправность. С его помощью мы определяем, по какому датчику конкретно ошибка, после чего уже цепляем осолограф и проверяем сигнал именно с этого датчика. Если сигнала нет, тогда смотрим, приходит ли на датчик питания. Если нет питания, то ищем проблему в проводке, в предохранителях, в разъемах, может быть даже в самом блоке АБС. Если же питание есть, а сигнала нет, тогда приговариваем датчик. Все просто, ребята. Всем удачи, пока.